Приветствую! В обзоре промо в комментариях мне многие указали, что я почему-то пропустил сцену между Ниганом и Аароном в лесу, где-то возле сарая. Возможно, всё того же, куда Ниган завёл Альфу. Я действительно это сделал, но только лишь потому, что я подумал, что ничего нового она нам не раскрывает, кроме того, что Аарон тащил на спине раненого люка после ночной бойни. В разговоре Аарон ожидаемо очень был зол увидеть Нигана в маске. Ещё бы! Аарон тем более знает, что именно дело рук Нигана – вчерашнее перегорождение дороги, деревьями и смерть двух стражников. Этот язык он не спутает никогда после той самой поездки в Хиллтоп, закончившейся считалочкой. И вроде бы всё ясно. Аарон говорит, что единственная ошибка, которую он сделал когда-то – это он не убил Нигана. Я думал, что имеется в виду как раз та их самая ночь, когда они защищали Александрию от мертвецов и Ниган даже спас самого Аарона. Аарон тогда бычил на Нигана, что тот виновен в смерти любви всей его жизни за то, что тот отказался бросать гвоздодёр, которым он защищался от мертвяков. И это вполне-то может быть так, но если вдуматься, у них тогда и не было это драки или прямого конфликта, чтобы Аарон имел возможность его убить. По факту он его тогда просто толкнул, и на этом их соприкосновения были завершены. Убивать его причин у Аарона прямых не было. Но потом случилось другое. Ниган защитил Лидию и по неосторожности толкнул разбойницу об стену, и та померла. Нигана стали судить, и с большой долей вероятности его бы казнили с утра. Самое интересное, что Аарон тогда выступил за казнь Нигана, и это немного мне показалось тогда чересчур, учитывая, что Аарон сам видел тогда прямую травлю Лидии этими подонками и за неё не заступился. И плюс тот же Ниган Аарона ранее спас. Как бы смысла ему тогда большого желать скорейшей смерти Нигана не было. Потом Ниган наутро исчез, и мы до сих пор гадаем, кто же его отпустил. Уже известно точно, что это не Лидия и не болван Брэндон, что его нашёл. Габи тоже больше не причастен, актёр сразу же открестился от этого. Получается, что выпустить его могли либо Данте, который считал несправедливым отношение к Нигану остальных, либо Дэрил, которому было важно не потерять доверие Лидии и не отпустить её обратно к матери. Ну или Кэрол, которая сразу сказала Дэрилу тогда, «Наш настоящий враг там». Сейчас, после 11 серии, мне лично стало ясно, что Дэрил всё же не отпускал любителя поиграть в считалочку. Его реакция на повешенных людей и поваленное дерево абсолютно не была разочаровывающейся в его поступке, если бы он раньше отпустил Нигана. Скорее, Дэрил принял этот факт как данность. Получается, что теперь остаются два самых возможных виновника побега. Кэрол, которую я всё равно больше всего подозреваю, и, внимание, Аарон. Кстати, то, что могла быть Кэрол, свидетельствует и само промо новой серии. В нём она за кадром кому-то говорит, «Ты никогда не задумывался о том, насколько это плохо заставлять людей убивать только из-за того, что тебе нечего предложить взамен? Понять, кому она это говорит, женщине или мужчине, невозможно». То есть, теоретически, эти слова могут быть обращены даже к Нигану. Вот только на него у Кэрол нет такой жёсткой обиды, а Альфу она всё ещё желает убить. Именно поэтому, мне кажется, что Ниган приведёт её тогда в сарай, а потом и Альфу. Кстати, в 11 серии есть один, как бы ничего не значащий момент, где Кэрол смотрит на портрет Гленна в хиллтопе. Возможно, так она просит прощения у него, что выпустила когда-то его убийцу, и тот не оправдал её надежд. Но теперь, из нового отрывка, мы узнали, что и Аарон теперь жалеет, что когда-то его не убил. А что если Аарон имел в виду тогда ту ночь побега? Аарон сначала, чтобы понравиться всем на совете, включил образ крутого и, конечно же, проголосовал за то, чтобы Нигана казнить. Но потом, чтобы не сойти за мудака для самого себя, пошёл той же ночью и выпустил своего недавнего защитника. Знаете, что я заметил? Аарон вроде весь из себя такой смелый и справедливый всегда. Всегда говорит, что хотят все услышать и всенародно скорбит по убитому парню. Но в то же время, в нём и проглядывают то и дело частички гнильцы. Он уже не первый раз поступает в уличном. Он видел своими глазами, что Лидию жёстко травят и надсмехаются, но ничего не предпринял. Наоборот, виновники не понесли кары. Потом случился кейс с водой, когда тот же Аарон видел своими глазами, что Магна спарывает животы мертвяков в воду, но ничегошеньки не сообщил своим, хотя там уже все начали болеть. При этом, он всенародно возмущался, какой же Дант и подонок. Он жил здесь четыре месяца. И как я не понял? В третьей серии, он стал давить на больное Нигану, обвиняя его в смерти жены. Если я подвёл Эрика, то ты подвёл свою жену. Но в то же время, он знал, что Лисиль умерла от болезни. Зато позже смелость Аарона куда-то испарилась, когда на него напал мертвец с борщевиком, и Аарон обожгло глаза. И тот стал спрашивать Нигана, не потеряет ли он зрение. Это не всегда. Иногда. Ты глаза промыл? Да. Из фляжки. Когда завалило девушек в пещере, он первым делом не бросился разгребать завал, как Дэрил, а сразу привёл аргумент, что на это уйдут недели. Типа, пускай подождут. И вот теперь новая сцена с Ниганом. Есть ощущение, что Ниган, оправдываясь, имеет в виду как раз даже не свою ответственность перед союзом общин, где он прожил 10 лет, а скорее личную вину перед самим Аароном. То есть он пытается ему донести, что ни в чём не виноват, и это лишь тактика втирания в доверие к врагу, и на самом деле тогда Аарон не допустил ошибку, что его выпустил. Ну а как вам такая версия? Замечали ли вы тоже за Аароном такие небольшие горешки, несколько приоткрывающие его не всегда чистую личину? Или я просто придираюсь?